Люди возьмут оружие, начнут защищаться. Сулейман Керимов предложил отступные Кадырову в размере миллиард долларов. Считает, что нет такого человека, которого нельзя купить. Приветствую всех, меня зовут Сергей Антонов и это канал Диагноз Путина. Подписывайтесь, ставьте лайки, это поможет нам расти и развиваться. Мы продолжаем говорить о психологии главного маньяка современности Владимира Путина. И сегодня у нас в гостях известная журналистка, правозащитница, глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, приветствую вас. Здравствуйте. Путин начал охоту на врачей, которые потребовали расследовать убийство Алексея Навального. Вчера сразу в нескольких регионах у медиков, ранее подписавших коллективное письмо к Бастрыкину, прошли обыски и допросы. Иван Жданов, один из руководителей ФБК, который собственно и сообщил эту новость, считает, что проводить обыски у врачей – это безумие и говорит о том, что за этим безумием стоит путинский страх. Не просто страх перед врачами, а это ужас перед теми, кто говорит правду и готов защищать свои права. Зигмунд Фрейд считал страх эффективным состоянием, ожидание какой-либо угрозы. Все мы видим, что вал политических репрессий сегодня захлестнул в страну. И если основа этого события – личный страх Путина, то получается, по теории Фрейда, российский диктатор, находясь в состоянии аффекта, сам никогда не остановится, и его репрессии будут приобретать все более безумные формы. Тогда возникает вопрос, до какого предела все это будет продолжаться? Как вы думаете? Ну, вы знаете, предел здесь, предел, предел, предела. Довольно большой лак у нас, потому что это вот ровно та же самая старая, очень старая и очень банальная история. Когда пришли за геями, я молчал, я не гей. Когда пришли за католиками, я молчал, я не католик. Пока пришли за антифашистом, я молчал, я не антифашист. Когда пришли за мной, было некого возгласить голос. Подают голоса очень отдельные социальные страты, очень небольшие. Жены мобилизованных подняли голос, их никто не поддержал, где жены мобилизованных. Подняли голос художники. Прошла серия обысков у художников год назад. Кто-то уехал, кто-то уже успел даже и вернуться. Никто не заступился за художников, пожалуйста. ЛГБТ, квадроберы, чайфри, феминистки. Ну вот сейчас врачи. Это все разные небольшие сегменты российского общества. Очень, к сожалению, небольшие. Само общество равнодушное молчит, и оно будет равнодушное молчать, пока дело не коснется их самих. А когда дело коснется их самих. Я думаю, что это будет после того, как вернутся с фронта герои СВО, о всех кавычках на свете, если кто вдруг смотрит нас только как звук, поэтому все кавычки. Потому что, конечно, начнется тогда по всей стране, разумеется. Они будут требовать своей доли, они не будут работать и так далее. Вот тогда, конечно, это коснется всех. А пока все это касается очень небольших, я бы сказала бы, оставшихся таких вот неравнодушных социальных стран. Ну вот эта боязнь Путина, она же прогрессирует. И репрессии, они уже, если говорить про тех, против кого они направлены, они касаются уже даже детей. И есть такие факты, когда 14-15-летние дети становятся преступниками, просто, например, расклеив листовку. Есть факты, когда написав комментарий, ты становишься преступником. Вот до какого, до чего еще нужно дойти, чтобы это все перешло какую-то уже черту, и люди вышли против и поняли, что происходит что-то в обществе не так. Неужели это будет продолжаться бесконечно? Люди не выйдут против, они не видят смысла в выходе против. Протест, скорее всего, будет другим. Протест будет в том, что люди возьмут оружие и начнут защищаться. И начнется тогда уже настоящая такая гражданская война. Я даже думаю, что война начнется с национальных республик, с национальных окраин, потому что, например, то, что происходит сейчас вокруг, например, Кадырова и Дагестана, и Сулеймана Керимова, это, конечно, признак очень большой войны на Кавказе. Потому что Кадыров, например, хочет стать лидером мусульман СНГ, таким, может быть, неформальным, и у него, надо сказать, получается. И он хочет подмять под себя весь Северный Кавказ, в том числе Ингушетию. И наступление на Ингушетию мы видим каждый день. Кстати говоря, когда несколько лет назад, еще до войны, были протесты в Ингушетии против отодвигания административной границы Чечни, это было, посадили только ингушей. И посадили и женщин, и старейших. И, в общем, это дело было так в России не увидено, не услышано. Только на Кавказе знают. И убитые охранники в адрес тоже ингуши. Дагестан, понятно, тут противостояние Керимов и вообще Дагестан, и Чечня, Кадыров. Здесь же будет, конечно, и Кабардино-Балкария, и даже кусочек Калмыкии хотят, не Кавказ, и Адыгей, Карачаево-Черкесия. Будет обязательно, что Кадыров это все будет подбирать под себя. И я бы сказала, это его плавно после Путина. Вы так плавно перешли к следующему нашему вопросу, который мы хотели с вами обсудить. Действительно, то, что произошло на Кавказе, с одной стороны, можно отнестись к этому как к очередной разборке в мафиозном государстве, с другой стороны, Путин, как и любой диктатор, чтобы сохранить свою власть, должен опираться на правящую элиту. И в последние годы стали регулярно происходить события, которые расшатывают диктаторский режим изнутри. И вот если в прошлом году это был поход Пригожина на Москву, который очень испугал Путина, заставил его изрядно понервничать и, в конце концов, убить самого Пригожина, то вот то, что произошло на этой неделе, на прошлой неделе уже, когда Кадыров объявил кровную месть депутатам Госдумы Вихану Барахоеву, Резвану Курбанову, а также сенатору Сулейману Керимову, и все это начало перерастать, как вы правильно заметили, уже из корпоративного конфликта в межнациональный и межелитный конфликт, и слова Кадырова о том, что он посоветовал сбрить бороды ингушским старейшинам, и это привело к конфликту, как вы резонно заметили, с народом Дагестана, и даже Меликов выступил в поддержку сенатора Сулеймана Керимова, и дагестанцы простые начали записывать обращения в поддержку Керимова. Давайте посмотрим, как это выглядело. Я молчал об этом, но сейчас я официально заявляю, что объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову и Курбанову, если они не докажут мне свою непричастность к этому. Почему? Потому что я кавказец, я чеченец. Я всегда возвращаю свое домой. Есть свидетели и есть люди, у которых они меня заказывали, говоря, за сколько вы можете принять заказ? Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно. Потому что в единстве наша сила, а попытки внести раскол только на руку сегодня нашим врагам. Любая попытка создать для вас дискомфорт, это покущение на нашу честь, как свободных людей. Хотим сказать спасибо за все, что вы делаете для нас, для жителей села. И мы вас поддерживали и будем поддерживать всегда. Поддержим Сулеймана Керимова. Сулейман, мы с тобой! Сулейман Керимов! Сулейман Керимов! Вот насколько вы считаете, насколько вот эта вся ситуация может стать угрозой для Путина, и чем это может быть для него чревато и для его режима? Знаете, это угроза не для Путина, это угроза на послепутина. Для Путина пока это будет сдерживать. Сдерживать так, как он обычно это делает, деньгами. Сдерживать так, как это, наверное... Вот конфликт в Адберес, он тоже на послепутина. Он сейчас не закончится. И речь идет об очень больших деньгах. Как я понимаю, Сулейман Керимов предложил отступные Кадырову в размере миллиард долларов. Кадыров хочет стейм, ну, по крайней мере, по слухам это все так. Ну, то есть это довольно серьезные деньги. И я думаю, что этот конфликт может длиться и пять лет, и десять лет, и так далее. И он будет развиваться, потому что кровная месть объявлена, наверное, не на пустом месте. То есть понятно, что у Кадырова свои правила, что если разбирать там все Адаты, то не по Адатам объявлено кровная месть. Но кто сказал, что ее нельзя объявлять виртуально, да, раз уж появился интернет и все такое. Поэтому как-то надо будет из этого выбираться. И, судя по всему, здесь задействованы не только кавказские силы, раз, с одной стороны, здесь есть еще и администрация президента, и ТАСС уполномочен заявить о кровной мести и так далее. Я думаю, что это как раз то, чем будет занята элита в любом случае после Путина. Потому что после Путина не наступит никакая прекрасная Россия будущего, разумеется. А наступит период очень плохой в любом случае. То есть сейчас плохо будет еще хуже. Будет еще хуже, потому что будет борьба за власть, будет борьба за ресурсы, будет борьба за контроль над собственными территориями. А для Кадырова собственная территория – это Кавказ, не Россия. Да, Кавказ. Кто-то будет бороться за Россию и так далее. Поэтому, когда говорят о том, что враги России желают развала России, давайте-ка посмотрим на этих врагов и всех их пересчитаем по пальцам. Они все войдут в ближайшее окружение Путина. Но, тем не менее, вы считаете, что нельзя провести аналогию между событиями июня прошлого года, когда в результате такой же перепалки государственных служащих, если таким считать Пригожина, поскольку он существовал за счет бюджета России, в итоге все это выливалось в вооруженный мятеж. Здесь мы тоже видим такую же, по сути, перепалку государственных служащих. Глава субъекта Российской Федерации Кадыров и несколько высших должностных лиц Российской Федерации, коими являются депутаты Госдумы и член Совета Федерации. Не может ли все-таки стать риском для путинского режима вот такой межелитный конфликт, который может перерасти в вооруженное столкновение? И уже есть определенные сообщения об убийствах, о взрывах и так далее. Вы все-таки считаете, что это очень затяжной конфликт, и его последствия мы увидим чуть позже? Ну, вы знаете, риск есть, конечно, этот риск есть для Путина, но Путин пока будет справляться с ситуацией, потому что и той, и другой стороне нужны ресурсы. Нужно накопить ресурсы на большую войну, а ресурсы есть у Путина. Они будут выжимать из Путина все. Они будут выжимать деньги, будут выжимать какие-то промежуточные решения. Мы же видим, что Путин несколько раз уже вмешивался в конфликт, он уже приезжал в Путина сразу после начала конфликта вокруг Вайлдберрис. Но мы же не будем воспринимать ее сообщение, что Путин приехал в Грозный на проспект имени Путина, в район имени Путина открывать университет имени Путина. Ну, не для этого он приехал, явно совершенно. И это были переговоры, которые, конечно, продолжаются. И пока, пока обе стороны будут выжимать из дяденьки все, что можно, пока их это устраивает, это наполнение в любом случае. Они оба интересуются пережить Путина, решить этот вопрос без него. Но пока он есть, ну, это Кавказ, да. У Путина вполне себе мышление и логика, не хочу сказать, что разведчик, потому что он никакой не разведчик, как и биста. У Путина логика как и биста, у него свои строят логические связи, на Кавказе свои логические связи, и они как раз более близко, как раз к востоку, что переждать, переждать там важно. И так же, как у Китая, который тоже будет выжидать долго-долго, у Китая полно времени. И на Кавказе, значит, у них полно времени, в отличие от Путина. Давайте от текущих событий перейдем все-таки к психологии Путина. По мнению абсолютного, наверное, большинства тех, кто следит за российской политикой, за тем, что делает Путин, становится очевидно, что он просто неадекватен. И у всех нормальных людей уже возникает вопрос, что не так с этим человеком. У нас на канале мы с гостями пытаемся разобраться в этом вопросе. И давайте послушаем несколько мнений. Путина, скорее, то, что называется параноидальное расстройство личности, или в предыдущей классификации это было эпилептоидное расстройство личности, это человек, который весь мир рассматривает как иерархию. Вот это самое, что клюй нижнего, клюй ближнего, клюй на нижнего и лезь наверх, это про него. И он сам себя рассматривает внутри этой иерархии, пытается в этой воображаемой иерархии куда-то взобраться. Вот Путин видит мир не таким, как он есть на самом деле. Он видит не настоящий мир, а иллюзованный. Понимаете? Значит, в чем это проявляется? Ну, смотрите, он, естественно, он очень... Ну, он как подросток считает, что все думают о нем, все говорят о нем. Знаете, вот такой закомплексованный подросток, он... Если он прошел, там идет, стоит компания, там, его одноклассник, да? Он прошел мимо нее, они смеялись. Он думает, что они смеются над ним. Они вообще, может, его не заметили, понимаете? Они больше смеются над каким-нибудь анекдотом, который один из них рассказал. А он думает, что смеются над ним. Он всегда думает, что смеются над ним. У Путина полный рост, неизжитый из юности комплекс неполноценностей. Они его заставляют выглядеть, стараться выглядеть победителем, крутым матчем и так далее и тому подобное. С этим действительно ничего не можешь поделать. Это особенность его характера. Это непредаленные комплексы неудачного опыта в молодости. каких-то переживаний, каких-то стрессов, каких-то, так сказать, там, разочарований. Он эти комплексы пронес через свою жизнь. А вот что о Путине вспоминает экс-председатель НСОВЕТА Александр Щелканов. Вот я впервые его увидел, и меня поразили его глаза жуткие совершенно, стеклянные, оловянные. Это первое. И второе, что меня поразило, это высочайшая степень озлобленности, когда звучало хоть одно слово. Не так, как это шталмон. Сразу металл в голосе, впадающие щеки, злобные на цельный взгляд. Ольга, а как бы вы охарактеризовали российского диктатора? По-вашему, что с ним не так? Вы знаете, я бы сказала, что, конечно, в характере любого человека, в том числе даже если он президент, заложены детские и юношеские комплексы, но обычно они с возрастом изживаются. Мне кажется, что Путин думает, что он их изжил. У него же вряд ли есть психоаналитика, никого же быстро, близко к себе не подпустит. И я думаю, что они его постепенно захватывают. Еще и комплекс некрасивого мужчины, я бы добавила. Комплекс некрасивого мужчины. Вот это сейчас его увлечение красавицами, гимнастками, еще кем-то. Я думаю, что тоже от этого бедность и увлечение. То есть дурновкусие и бедность, увлечение золотом, побрякушками и вензелями. Презрение к людям. Да, презрение к людям. Он считает, что нет такого человека, которого нельзя купить. Есть недостаточная цена. На самом деле презирает тех, кто соглашается за дешево. Хамство. Хамство как то, что у него было внутри. А сейчас в ситуации, когда никто не может дать отпор, он это хамство распушил, как павлиний хвост. И отсюда его, например, нежелание говорить с канцлером Шольцем в грубой форме достаточно. Потому что западный мир, как-то он сталкиваясь с хамством, пожимает плечами и отходит. А Путин считает, что это сила. Путает хамство и силу. И упивает с этим. То есть это я не говорю его главные черты, я добавляю к тому, что сказано, а сказано очень хорошо. К тому же, конечно, развивающаяся паранойя. При этом вот чего-чего, а паранойю Путина, я понимаю, я думаю, что мы все понимаем. Он сам посвятчик подозрительный. Он действительно думает о том, что все хотят его убить. Но дело в том, что так оно и есть. Давайте не будем эту паранойю признавать его психической особенностью и заболеванием, потому что оно имеет под собой, в общем-то, достаточно большие основания. Действительно, я думаю, что половина цивилизованного мира желают ему именно этого. Чтобы у него пейджер взорвался. В кармане брюка лучше всего. Ну, поэтому паранойю я не буду выпячивать. Она, конечно, есть. Она, конечно, есть, но есть и все основания, простите. Да, конечно. Что еще? Нежелание видеть новых людей. То есть он как со своим ближним кругом ходил, так и ходит. Он пролежается, исчезают люди. Давным-давно исчез Борис Грызлов, давным-давно исчез Клебанов, оба Ивановых исчезли, и наркоконтроль, и тот, который чуть не стал президентом в месте Медведевых, черкесов, многие-многие кто. Но не прибавляются. Не считать же какому-нибудь жогу о новом любимцем Путине. Ну, конечно, нет, это игрушка. Такая вполне себе пропагандистская игрушка, которую он знать не знает и знать не хочет. Вот эти сужающиеся вещи. Но, мне кажется, самое главное, что он все время думает о том, что нудистый шахматист на великой шахматной доске, именно он передвигает фигуры, он, мне кажется, очень демонстративно не думает о всякой еруде, типа о заботах населения. Но оно уже перебьется в любом случае. И должен быть счастлив, что у населения он есть. Поэтому там замерзает оно, или ему страшно, или ему-то не хватает денег. Ну, пофиг ему совершенно. Он занимается перекройкой мира и перекройкой учебника истории. Он вообще любит переписывать историю, любит заниматься вот этой великой шахматной доской. Он считает себя, конечно, богом, практически богом, равным богу. И я уверена, да, что Господь с большим интересом смотрит на эту зверушку. И проблема в том, проблема в том, что вот это приравнивание себя к богу, он, конечно, атеист, это все подсвечники, они совершенно ничего не значат. Но главный человек в мире – это он. И это опасно, потому что у него в руках ядерное оружие. Как он решит им распорядиться? Вот человек со всеми этими комплексами, со всеми этими фобиями, имеющий в руках ядерную бомбу, которая периодически начинает доставать часики и говорить, что они тикают. Это опасно, действительно опасно, действительно очень неприятно. И еще характеристика, пусть он прекрасно знает, что он не может закончить войну. Потому что как только он закончит войну, начнется лихорадка в России, которую, возможно, он не сможет удержать, скорее всего, он не сможет удержать. Ну и это теперь стало его привычное состояние. Он двигает на этой доске какие-то свои танчики. И еще, конечно, есть маниакальные идеи – уничтожить Украину. Уничтожить Украину, он об этом говорит откровенно, это маниакальные идеи. Украина должна быть уничтожена. Поскольку это невозможно, то пока Путин жив, она не закончится. Ну, чтобы продолжать войну, для этого необходимы ресурсы. И для этого необходимо, как и любому диктатору, ему необходима определенная степень поддержки населения. Мы видим, конечно, что достигается это, в первую очередь, запугиванием граждан России с помощью политических репрессий, расправ. И не последнюю очередь в этом играет и госпропаганда. И есть категория россиян, которая поддерживает все эти фашистские нарративы, которые продвигает Путин. В этой среде процветает ксенофобия, человеконенавистничество и нетерпимость. И вот хотел показать вам и нашим зрителям один из таких примеров. Давайте посмотрим. Мне навигатор так показал. Тебе навигатор какой еще показать? Чтоб ты уебать, откуда приехал? Тебе так сделать? Не надо мне, ебать, здесь плющить. И губки поджимать. И еще не оскорбляйте меня, б***ь. Ты не выполняешь свои обязанности за деньги, которые тебе заплатили. Мразь. Ебать. Катает меня 20 минут, по одной точке. За это время не то, что Новоясниевский. Я уже там должна быть. Ублюдок, б***ь. Понаехали, твари, б***ь. Жалко, мой сын пока на войне. Нужно ему вернуться сюда и отстреливать. Твари, б***ь. То есть мы видим, что есть вот такая категория населения россиян. В то же время большая часть населения пребывает в социальной апатии. И не желает не соприкасаться с этой войной. И вообще не хочет ничего общего иметь с российским фашизмом. И мы видим, что война в Украине не стала для России и для россиян народной войной. Те, кто идут на войну, они идут туда за деньги, либо для того, чтобы избежать наказания в случае с преступниками или освободиться от наказания. И для того, чтобы продолжать войну, Путину необходим человеческий ресурс. Его очень сильно не хватает. И с этим у меня к вам вопрос такой. Как вы считаете, решится ли Путин все-таки на мобилизацию? И что, если мы начали со страхов Путина, что пересилит? Страх перед собственным народом или страх перед поражением в этой войне? Ну, вы знаете, да, поражение в этой войне Путин считает, что ему очень далеко. И мобилизация ему не понравилась. Мобилизация 22-го года. И поэтому сейчас на фронт прибывают бойцы из Северной Кореи. Говорят про 200 тысяч человек. Пока прибыли, как я понимаю, несколько десятков тысяч, как я понимаю. У нас нет никаких точных данных. Но такой большой резервуар, как заключенные, ну, 1200 заключенных, он отправил точно, если не больше, на войну. К этому добавились воины из Северной Кореи. И, конечно же, Путин прекрасно понимает, что в условиях дефицита оружия и снарядов в Украине, да, Запад помогает, все это очень хорошо, но мог бы помогать и побольше, понимая, что перед ним, в общем, довольно серьезная угроза. Запад вообще не рассматривает никак, что делать с живой силой. Потому что, ну, конечно, просто Украина меньше, чем Россия. И там живет меньше людей, чем в России. А Путин еще не прибегал ко всеобщим мобилизациям. Пока мобилизовал зэков. Ну, есть там какие-то несколько, ну, может быть, 100-150 тысяч мобилизованных и контрактников. У него северные корейцы. Украина, мы видим прекрасно, да. Украина бережет своих солдат, не устраивает мясных штурмов. И каждая жизнь украинская дорога, но при этом, при этом нужно больше воинов. Нужно больше воинов. Да, мы видим, как в Украине происходит, сколько добровольцев, ну, и сколько военкомов уходит под суд. Мы тоже это видим прекрасно. Которые занимаются отмазками от мобилизации, от войны. Мы тоже это видим. Мы видим, сколько украинцев уезжает за границу, молодых мужчин мы это видим. А главное, не русским, не людям с русским паспортом это осуждать. Никак, никак, нет. Да, и тут по этому поводу ничего не могу сказать. Только констатировать факт. И я еще увижу, вот у меня в доме булочная, я в Берлине живу, у меня прекрасная булочная. Там украинка Оксана, она лет 30 живет в Берлине. И она мне недавно говорит, вот у меня племяннику 17 лет, хочу его перевезти в Берлин. Я ничего не могу на это сказать. Я ничего не могу на это сказать, потому что я русская. А недавно она мне сказала, не перевезла, он отказывался. Что-то мне стало тепло от этого. Я за этого парня очень переживаю, я очень хочу, чтобы он жил. Но его поступок для меня почему-то вот очень дорог. И вот буквально слезы наворачиваются. Вот такие люди. Но совершенно понятно, что у Путина больше возможностей. И нужно решать вопрос не только со снарядным голодом. Я понимаю, что, например, этот вопрос отчасти решит разрешение пользоваться дальнобойным орудием западных стран. Конечно, разумеется. Но его тоже нет. И, ребят, спасибо вам за помощь украинцев. Замечательно, надо, конечно, больше. Но надо еще решать и эти вопросы. Потому что так мы Путина не победим. А самое главное, надо очень медленно отрезать хвост у кошки. Простите. Давайте уже будем действительно экономить украинские жизни. И давайте уже будем говорить. Вот Путина привлекает 200 тысяч. Я понимаю, что ни в одном иностранном регионе такого нет. Но все равно он нужен. Иностранный регион. Я знаю лично нескольких шведов, несколько десятков даже шведов, которые с самого начала воюют в Украине. Я знаю немцев, которые воюют в Украине. Но это добровольцы. Надо решать вопрос с живой силой. Или, а еще лучше и. Еще с разрешением на применение оружия дальнего действия. А как вы думаете, почему западные страны, союзники Украины не дают такое разрешение? Почему они заняли такую выжидательную позицию и смотрят на это все достаточно отрешенно, время от времени оказывают какую-то помощь? Она, конечно, позволяет Украине вести войну в том виде, в каком сейчас это все происходит. Но она не позволяет Украине победить. Почему? Потому что у них выборы. У них у всех выборы. Тут кровь демократия. И да, мы знаем, что из всех форм правления демократия самая лучшая, но у нее очень много недостатков. Потому что здесь люди думают об избирателях. Украинцы – это не избиратели. Не немецкие избиратели, не французские избиратели. Да, украинцев много в Европе. Но политики западные не хотят понравиться украинцам. Их это понравится своим, своим бюлгерам. А вот сейчас в Германии был опрос общественного мнения по поводу поставок оружия Украине. Впервые с 22-го года против больше 50%. А это обыватели. Обыватели, которые почему-то не хотят. Понятно, что обыватели не семи пядей во лбу, средние обыватели. Ему не расскажешь даже, что в принципе это рост военной промышленности. Если Германия будет производить оружие для поставки в Украину, это рост занятости. Да, это хорошо. Но это слишком сложная мысль. Потом, конечно же, очень сильно отвлекает конфликт на Ближнем Востоке, война на Ближнем Востоке. Потому что в любом случае, для любого жителя Европы, Украина – это очень далеко. Несмотря на то, что Украина в Европе гораздо ближе. 700 километров до Берлина. Это близко. Несмотря на это, Ближний Восток ближе. Потому что Германия – давным-давно мультикультурная страна. Потому что, в общем, любой немец, практически любой молодой немец, вырос и ходил в детский сад, в школу, в университет. У него была справа Сара, а слева Мухаммед. И сейчас, когда вспыхнул конфликт, он должен выбрать, кто ему ближе – Сара или Мухаммед. Поэтому половина Берлина выходит на демонстрации. Фри Палестина, Фри Палестайн. А вторая половина выходит с поддержкой Израиля. И этот конфликт прошел через каждое сердце. А украинские нет. А вот только сейчас приехали дети из Украины, с которыми учится новое поколение. Это пока еще не в сердце. И, конечно, украинцы значительно меньше, чем и арабов, и турков, и палестинцев, и иранцев, и сирийцев и так далее. Конечно, гораздо меньше. Ну и при всем при том, конечно, за эти два с половиной года возникают разнообразные конфликты, привыкания. Конечно, конечно, привыкания. Ну и все-таки в любом случае, ведь приехала такая вот, в общем, в основном-то такая сельская, незащищенная Украина. Конечно, им тяжело устраиваться. Конечно, это начинает раздражать местных бюргеров. Вот, естественно, отсюда вот это вот, вот из этого, из всего проистекает. И вот к поведению политиков, конечно. Да, конечно, Украина, мы засильны Украину, мы поддерживаем, мы будем Украину восстанавливать, говорят эти сильные политики. Но вот мы ориентируемся на настроение избирателей, которым ближе, как ни странно, ближе не вас. В Америке что же самое. Да, к сожалению, это так. И здесь, наверное, один выход есть. Это доносить до политиков и до западных избирателей мысль о том, что если завтра Украина не сможет сдерживать и победить этого неофашистского агрессора, то просто немцам придется идти и воевать в Польшу, в страны Балтии. И уже там принимать участие в защите своей страны, если это не сделает Украина. А значит, что немцы не пойдут. Немцы не пойдут. Немцы за последние десятилетия своей жизни при любой трудности, малейших проблем, берут бюллетень. Они возьмут бюллетень. Поэтому пойдут все те же самые. Пойдут турки, пойдут сирийцы. Просто это будет называться бундесармия. В общем, да. Немцев там будет очень немного. Но, тем не менее, надо доносить эту мысль. И мы, со своей стороны, это пытаемся делать. И я считаю, что это самый прямой путь для того, чтобы помочь Украине добиться вот этого разрешения со стороны западных стран. Ну, давайте вернемся к российскому обществу. Мы сейчас вот с вами видели уже пример того, в каком состоянии находится некоторая часть российского общества. Очень наглядный пример, на мой взгляд. И в октябре отмечается Всемирный день психического здоровья. И участники комитета 2024, обвиняющего российских оппозиционных политиков, куда я тоже вхожу, и эксперты проекта «Диагноз Путина» сделали совместное заявление о психическом состоянии кремлевского диктатора и всего российского общества. А также дали свои рекомендации о путях исцеления россиян от охватившего их коллективного примешательства. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Большую роль в этом играет концентрация абсолютной власти в руках психически больного человека, российского диктатора Владимира Путина. Нахождение на вершине власти более 25 лет не пошло на пользу этому человеку, изначально страдавшему целым набором психопатологий и психокомплексов. Сегодня психиатры уверенно ставят ему диагноз – расстройство личности. Базовое нарциссическое, вторичное, параноидное. Психологи диагностируют у Путина так называемую темную триаду, которая включает нарциссизм, макивиализм и психопатию. При этом нарциссизм Путина имеет классические черты и характеризуется патологической гордыней, самовлюбленностью и отсутствием эмпатии. Макивиализм российского диктатора включает в себя болезненную тягу к манипуляциям и эксплуатации других, циничное пренебрежение нравственностью, чрезмерное сосредоточение на собственных интересах и патологическую лживость. Главными особенностями диагностированной у Путина психопатии являются импульсивность, эгоизм, бессердечность и беспощадность. Исследователи психосексуального портрета российского диктатора указывают на наличие у него признаков подавляемой латентной гомосексуальности. Эти признаки проявляются как в очевидных внешних аспектах, например, в увлечении ботоксом и пластическими операциями, в болезненной потребности продемонстрировать всему миру, что он настоящий мужчина, бруталый герой-любовник, так и в более скрытых формах. К последним относится патологическая гомофобия, сопровождаемая санкционированным лично Путиным преследованием людей с нетрадиционной ориентацией. Обладая ничем не ограниченной властью, Путин автоматически переносит свои психологические проблемы на всю страну. В результате можно констатировать, что сегодня значительная часть российского общества страдает коллективным умопомешательством и массовым психозом, стремительно приобретающими очертания психиатрической эпидемии. Данное состояние ежедневно подпитывается распространяемыми пропагандой и идеями о собственной исключительности и богоизбранности, манией преследования, бытовой ксенофобией, нетерпимостью к любому разнообразию, человеконенавистничеством. Другая часть российского общества, наоборот, испытывает социальную апатию, то есть пребывает в состоянии, характеризующемся полным безразличием, пассивностью, утратой интереса к общественной и политической жизни, равнодушием к происходящим в ней процессам и явлениям, ослаблением, побуждений к деятельности. Примеры подобных психиатрических эпидемий хорошо известны истории человечества. Один из самых ярких – немецкое общество времен нацистской Германии, прошедшее тяжелый путь возрождения, поэтому рецепт излечения российского общества уже давно известен и испробован. Рецепт этот прост и включает в себя следующие рекомендации. Ликвидацию или полную изоляцию от общества, сошедшего с ума диктатора. Смену тоталитарного режима на демократический. Прекращение всех войн, вывод войск с оккупированных территорий и полная демилитаризация. Отказ от имперской идеологии, уверенности в собственной исключительности и богоизбранности. Уважение права народов России на самоопределение. Возврат к демократическим ценностям, таким как сменяемость власти, свободные выборы, соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Искоренение ксенофобии, расизма, человеконенавистнических взглядов, гомофобии и нетерпимости к любым проявлениям многообразия. Желаем российскому обществу как можно быстрее пройти этот путь, излечиться от всех недугов и вновь обрести ментальное здоровье. Ольга, а что бы вы пожелали российскому обществу во Всемирный день психического здоровья? Я бы пожелала попытаться преодолеть всю ту дрянь, которую на нас нанесли последние 25 лет. Попытаться как-то вытравить из себя желание убить украинца, пожелание своим детям, например. Перестать все время на всех говорить фашисты-фашисты и посмотреть на себя в зеркало. Просто отдохнуть, немножко починать и заткнуться, в конце концов. И просто подумать. Возможно, взять билет и поехать куда-нибудь. Выехать из России, я понимаю, что нельзя поехать в Европу. Можно поехать в Индию, например. Я не знаю. В Гималая посвятить себя медитацией, успокоиться. И просто посмотреть, как устроит мир. На этом давайте и закончим. Наше время нашей программы подошло к концу. Огромное вам спасибо, Ольга, за очень интересное интервью. Напоминаю, что у нас в гостях была известная журналистка и правозащитница, глава фонда «Русь. Сидящая» Ольга Романова. А меня зовут Сергей Антонов. Вы смотрели канал «Диагноз Путина». Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь. И увидимся через неделю. Всего вам доброго. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Антонов. Я автор и ведущий канала «Диагноз Путина». А еще я возглавляю Российское объединение «Комитет 2024», которое борется с узурпацией власти в России и полностью поддерживает народ Украины в борьбе с путинскими фашистами. Каждый день мирные города Украины и, в первую очередь, объекты энергетической инфраструктуры подвергаются российским обстрелам. Это приводит к ежедневным отключениям электричества. В первую очередь страдают больницы, где из-за этого подвергаются риску жизни пациентов, и школы, которые лишаются возможности проводить обучение детей. Впереди зима, и поэтому призываю всех, у кого есть такая возможность, поддержать инициативу российских активистов, которые совместно с Антивоенным комитетом России запускают сбор средств на приобретение портативных электростанций для больниц и школы Украины. Наша задача – собрать 100 тысяч евро для закупки 119 портативных электростанций и дополнительного оборудования к ним. Все подробности на сайте Антивоенного комитета. Ссылку вы видите на экране. Также она будет в описании к этому видео. И помните, даже ваша небольшая помощь очень важна, потому что каждый собранный евро может спасти чью-то жизнь. Всем привет! Меня зовут Лана, я из Канады. И я прошу вас поддержать сбор на генераторы для больниц и школ в Украине, потому что на третьем году войны это очень важно для тех семей, которые живут сегодня без электроэнергии, отопления, доступа к интернету. И мы, антивоенные активисты, хотим им помочь. Поэтому, если вы можете, поддержите наш сбор «Энергия для жизни», «Энергия для Украины». Спасибо! Глория для Украины! Всем привет! Я Алексей, сооснователь Русос Либераса. Я прошу поддержать наш сбор на электрогенераторы для Украины, потому что сейчас это очень важно. Скоро зима. Каждодневные отстрелы энергосистемы Украины оставляют школы, больницы и целые города без электричества. Давайте все вместе поможем Украине справиться с этой трудной задачей и дадим энергию, свет, тепло Украине. Всем добрый день! Меня зовут Ксения Максимова. Я основательница вашей демократии в СССР в Великобритании. Мне хотелось бы попросить всех антивоенных россиян поддержать наш сбор на тепло и энергию для Украины этой зимой. Как вы знаете, очень большое количество сетей, которые снабжали Украину энергией, были разрушены. Соответственно, эта зима будет еще сложнее для Украины, чем предыдущая. Прошлой зимой мы приложили все усилия, чтобы собрать как можно больше средств на то, чтобы закупить генераторы и отвезти их в Украину. Давайте сделаем это снова. Все вместе. Спасибо всем! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok